Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Наталья Полякова. В Брянске определились с общественным объектом, который станут приводить в порядок в следующем 2025 году. На этот раз в программу по формированию комфортной городской среды вошла площадь революции. Эти фото конца 70-х годов прошлого века. Площадь уже носила имя революции и была, как и сегодня, обрамлена тремя зданиями. Домом быта, цирком и Брянск гражданпроектом. Вместо сегодняшних елок – клумбы с розами. А потом в городе стали готовиться к празднику Тысячелетия Брянска. Когда Брянск отмечал свое Тысячелетие, а было это в 1985 году, большой дендрологический подарок нам сделала Москва. Прислала в город более тысячи молодых саженцев голубых елей. Эти саженцы пошли на три основные площади Советского района. Сейчас этим елочкам более 40 лет, и многие из них заболели. Во-первых, как мы видим, ель уже усохла, она погибла. И на отслоениях коры мы видим то, что ель отработали два вида короедов. Вот это мелкие точки, мелкие дырочки, которые здесь по коре. Это гравер еловый, мелкий короед. Он селится на ослабленное дерево. А вот эти под корой широкие ходы – это личинка усача, которая уже после того, как один короед отработал дерево, окончательно потерял свою жизнеспособность и селился усачом. И вот если посмотреть, здесь вот, пока лупаться, здесь вот эти вот дырки – это, значит, личинка усача уже ушла в древесину. В результате короеды полностью съели самое вкусное – тонкий ростковый слой. Выедают, если так можно сказать, комбиальный слой. Это слой клеток, который отвечает в дереве за жизнеспособность дерева. Это единственный слой клеток, который делится. И, соответственно, дерево растет комбием. Вот этот комбиальный слой погибает. Все процессы поступления воды в ветви и, соответственно, обратный ток, в первую очередь поступление воды в ветви, он прекращается, и дерево гибнет. За 40 лет елочки разрослись, а посажены были в двух метрах друг от друга в результате скученность, затемнение и взаимное прорастание еловых лап. Какие-то отстают в росте, какие-то выходят в рост. Отстающие в росте, естественно, попадают в самые неблагоприятные условия, и, как правило, они усыхают. Вот здесь мы, к сожалению, наблюдаем та же самая картинка. Неэстетичную картину переросших и засыхающих елей дополняет начало разрушений гаранитных парапетов и плит. Поэтому большинство горожан проголосовало за благоустройство площади революции. Мы ожидаем, что у нас здесь появится фонтан закрытого типа, новая плитка, новые лавочки, новые фонари со светодиодным освещением. Помимо этого будет благоустроен соседний сквер «Десяточка». Там у нас, получается, должна появиться и живая изгородь, и новая спортивная площадка, и новая детская игровая площадка. Большое благоустройство кардинально не изменит площадь революции. Клумбы, дорожки и автомобильные стоянки останутся на своих местах. Только будут отремонтированы. Возможно, появятся арт-объекты и на самой площади революции, вблизи цирка, в виде крупных животных. Но сейчас это все продумывается, концепция еще до конца не определена. Решение об удалении переросших и больных елей еще не принято. Хотя красноречивые примеры есть. Самый реальный пример, мы всегда приводим, это Кремлевская красная площадь возле Кремля. Когда вот та же самая ситуация была на Кремлевском кладбище, за одну ночь все деревья были заменены на подобного рода крупномеры. Сейчас проблемы с крупномером нет. То есть можно найти дерево любой величины. Большой ремонт одной из главных площадей советского района проведут по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Начало работ намечено на юбилейный 2025 год. Брянск будет отмечать 1040 день рождения. Алексей Исипенко, Виктор Левченков, Сергей Дюков. Брянск. Митрополит Брянский Исевский Александр осветил храм Неополимая Купина в Дядькове. Собор с уникальным хрустальным иконостасом привлекает внимание паломников и туристов со всей России. Освящение храма стало долгожданным событием для духовенства и прихожан. Уникальный храм с необыкновенным хрустальным иконостасом – жемчужина Брянской земли. Его возвели в Дядькове в 1999 году и посвятили памяти погибших воинов. Не так давно стараниями, в том числе итальянских мастеров, завершилась реконструкция храма. Элементы иконостаса не только отмыли от пыли и свечной копоти, но и восстановили, а также дополнили янтарными хрустальными элементами. Изменился и интерьер. Святые образы написаны выпускником воскресной школы иконописцем Захаром Степуниным. Освящение храма после продолжительной реконструкции стало знаковым событием для прихожан. Несмотря на будний день, многие из них нашли возможность побывать на богослужении. Это большое событие, потому что многие давно хотели, этого ждали. И мы очень все рады, что Господь нам дал такую благодать, такое просвещение для наших сердец, для наших душ. Ольга Макушникова при содействии Пресс-службы Брянской епархии Дядькова. Будьте в курсе самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. Брянщина заняла 15 место в рейтинге реализации комплекса ГТО. Брянскую область отнесли к числу лидеров проекта «Чистая вода». На Брянщине открыто 6 центров общения старшего поколения. В Брянской области по нацпроекту отремонтировали старо-юрковический ФАП. В регионе уничтожили коноплю и мак на площади 690 квадратных метров. В поселке Локоть открылся пленэр под сенью Брасовских аллей. В Брянской области выросло количество ДТП на железной дороге. В Белых берегах завершился капитальный ремонт улицы Карла Маркса. Еще больше актуальных и интересных новостей на нашем сайте губерния.тв. 27 июля в Брянске пройдет первый массовый ночной забег. В связи с этим на проспекте Героев будет ограничено движение и парковка машин с 21.30 до часу ночи 28 июля. Исключение – транспорт участников забега и оперативные службы. Движение ограничат на следующих участках от проспекта Московского через Разворотное кольцо в районе железнодорожного вокзала Брянск-1 от улицы Калинина до Славянского моста. С 25 июля на территории большинства охотничьих угодий Брянской области стартовал сезон охоты. Разрешена любительская и спортивная охота на дичь и зайцев. В то же время охотникам запрещена их добыча в муниципальных округах и районах области, граничащих с территорией Украины. Это Стародубский, Климовский, Погарский, Суземский, Трубчевский, Севские районы. Также охота запрещена на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Охотиться разрешено лишь с лицензией на оружие. Необходимо также в срок подать заявление на охоту. Их прием стартовал за 20 дней до начала срока сезона охоты на соответствующие виды или группу видов охотничьих ресурсов на территории области и продолжается до окончания срока сезона охоты. В воскресенье мы отметим День ВМФ. Как Брянск, не имея выхода к морю, внес вклад в развитие военно-морского флота? Какие корабли строили и с чего? Об этом расскажет моя коллега Екатерина Суботина. Виктор Андреев. 26 лет жизни посвятил службе на атомной подводной лодке «Брянск». Признается, что с детства мечтал стать моряком-подводником, получить высшее образование по профессии. Получилось не сразу, но все же в Ленинград поступил. Судьба. Запомнились первые выходы на подводных лодках, когда мы были на практике на Северном флоте. Вот я на Северный флот один раз приехал и решил, что все, судьбу свою связать с Северным флотом, с Оленьей Губой, с 13-й дивизии подводных крейсеров стратегического назначения. Благодаря нам сохранялся вот этот паритет термоядерный, благодаря подводникам. Потому что мы понимали, для чего мы нужны. Потому что одна подводная лодка класса «Брянск» может, если уж не дай бог что-то случится серьезное, уничтожить одну треть такой страны, как США. 28 июля брянские моряки вновь встретятся у стен храма всем святым воинам, возложат цветы к бюсту адмирала Ушакова, а у мемориала невернувшимся морякам состоится молебен. Брянск на протяжении своей тысячелетней истории был связан с морем, а точнее судостроительным делом. Развитие его пришлось на начало 18 века, время визита Петра I. Он решил создать судостроительную верфь на берегу Десны. Можем увидеть на этом небольшом графическом изображении попытку реконструкции того, как выглядела брянская судоверфь. Строили на ней, конечно, не настоящие морские боевые суда, а такие суда небольшого тоннажа. Вот, как, например, дюбель шлюп, представленный на макете слева от меня, строили галеры. Но вообще самый типовой тип судна, которые строились на брянской судоверфи – это струк. Главное преимущество Брянска, почему, опять же, здесь верфь – это источник сырья. То есть здесь все нужно для оснащения лес качественный, рабочие руки. И очень много выращивали канапли. А из канапли делали полотно, делали канаты, пеньку там и так далее. Начало судостроительной верфи располагалось на пересечении современных улиц Красноармейской и Калинина. Неподалеку сейчас находится значимое для военных моряков место. Неопалимая Купина – одна из самых молодых церквей Брянской епархии. Неподалеку от нее находится мемориал погибшим морякам на подводной лодке «Курск». Ежегодно в День военно-морского флота в этом месте собираются моряки, чтобы почтить память невернувшихся товарищей. Екатерина Суботина, Елизавета Полинок, Сергей Дюков, Дмитрий Белов, Брянск. 20 художников из разных уголков страны и ближнего зарубежья присоединились к пленеру «Брянщина тысячелетняя». Он посвящен 80-летию со дня образования нашей области. В финальных работах изображены виды областного центра. Владимир Петьков родился в Стародубском районе изобразительному искусству, учился здесь, в Брянске. Живет и работает в Смоленске. Пленер – возможность вернуться в места своей юности, пообщаться с коллегами и старыми друзьями. Для меня Брянск – это такие улочки, какие-то овраги. Сейчас Брянск, конечно, изменился, но вот эта душа Брянска осталась. Это замечательный город, здесь очень много художников. У нас выбрана тема «Брянщина тысячелетняя». Художники, которые приехали к нам, пытаются увидеть Брянск той эпохи, того времени. Вот мы сейчас, в данный момент, находимся, спустились с главной улицы Горького, Нижний Судок. Нижний Судок у нас по-разному воспринимают. Это по оврагам нашего уважаемого города, где Брянска, были такие улочки, где осталась архитектура, можно сказать, того времени и той эпохи. За неделю Пленера художники побывали в самых живописных уголках Брянщины. Ни природа, ни дождь, который там где-то на Струбчевске заставал, вообще никак не повлиял. Жара тоже, как бы вот атмосфера настолько тёплая, что температуру я как-то не обращаю внимания. Даже что там, как там, ничего. Пленер, посвящённый 80-летию Брянской области, организовала региональное отделение Союза художников России. Поддержала епархия. Её здание решил запечатлеть на холсте орловчанин Владимир Овсиенко в благодарность за радушный приём. Вообще, впечатление о городе очень хорошее сложилось. Город очень понравился. И богат архитектурой, и богат добрыми людьми. Тоже, что очень понравилось. Вот. Хороший приём. Пленер прошёл отлично. Пленер Брянщина-тысячелетняя объединил 20 художников из разных уголков страны и ближнего зарубежья. Итог их работы уже можно увидеть на выставке в зале Брянской организации Союза художников. Город наш, он красив. Он, можно сказать, дышит временем той эпохи. И его уважают, можно сказать, наши друзья, наши соседи, наши художники. Александра Савельева, Виктор Левченков, Брянск. Болезни грязных рук. Такое медицинско-народное название объединяет большую группу инфекций, преобладающих в жаркое время года. В сегодняшнем совете эксперта, эпидемиолог Брянской областной инфекционной больницы Наталья Смиргенс расскажет о видах острых кишечных инфекций и методах их профилактики. Ведущую роль играет употребление определенных видов продуктов, широкий спектр ягодных всевозможных культур, которые сегодня можно купить на рынке. Очень много овощей. Питьевой режим тоже играет очень важную роль, потому что в основном, конечно, необходимо использовать либо кипяченую, либо бутилированную воду. И, естественно, необходимо очень четко соблюдать условия хранения. Как пищевых продуктов, не стоит забывать ни про молочную, ни про мясную продукцию, то есть то, что может послужить фактором риска в развитии острой кишечной инфекции. Отдельно стоит обратить внимание на завоз некоторых нозологических форм, которые мы можем отнести также к острым кишечным инфекциям, особенно из жарких стран, эндемичных эпохолерий по брюшному тифу. И, естественно, об этом тоже не стоит забывать. Немаловажным фактором в развитии определенного вида, в основном связанного с вирусными инфекциями, играет и, конечно, купальный сезон. Здесь очень часто стоячие водоемы, либо места купания, которые не предназначены, не проводится санитарно-гигиеническое исследование воды. И, соответственно, также могут послужить фактором в развитии определенного типа кишечных инфекций. Необходимо помнить и о первых признаках, которые известны и взрослому, и ребенку. Конечно, это дисфункция со стороны желудочно-кишечного тракта. Это может быть и рвота, и понос. Это может быть высокий подъем температуры. И здесь, конечно, не стоит забывать и о том, что обращаться за медицинской помощью является первостепенно значимым фактором. Потому что зачастую, особенно у детей, острая кишечная инфекция развивается довольно быстро. Имеет молниеносный характер. Лучше, конечно, при первых признаках заболевания обратиться за медицинской помощью. В Брянской области имеются специализированные стационары, оказывающие медицинскую помощь по данному типу нозологии. Брянская областная инфекционная больница – один из ведущих стационаров в этой области. В полном объеме имеется лабораторная диагностика, которая позволяет на довольно высоком уровне поставить правильный диагноз, оценить степень тяжести и, соответственно, назначить специфическое лечение и получить прекрасные результаты. И это была последняя информация о выпуске. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова